Диагност Должен владеть всеми знаниями Про которые мы сегодня говорим И иммуногистохимия, гистология Ну и ряд еще других моментов Я не буду сегодня говорить Про заболеваемость, мы это все понимаем Что заболеваемость растет В 2022 году 2,2 миллиона женщин заболевает Мы на этот показатель повлиять Не можем никак По прогнозам до 3 миллионов В 2040 году планируется Ну условно планируется ВОЗ Третьи женщин к сожалению От этого заболевания погибнет Но мы можем повлиять на смертность Каким образом? То есть мы занимаемся, мы диагност Стараемся заниматься ранней диагностикой И вот что в нашем арсенале есть У нас существует генологическая плотность Которую мы никуда не денем Я вот сегодня немножечко акценты на этом сделаю Существует более 10 гистологических подтипов 5 биологических подтипов И 2 эпигенетических подтипа Но зачем нам нужно знать Молекулярный образ Молекулярную биологию рака Потому что в итоге от этого зависит лечение И от этого зависит, как вы понимаете, прогноз Но если немножечко назад в историю То люминальные подтипы Именно люминальные стали исследоваться С конца 90-х годов В 2009 году появилась классификация На основании которой были выделены люминальные формы рака молочной железы Соответственно предлагалось проводить этим пациентам гормонотерапию Неодиуантную, поддиуантным режимом Это уже не про этот разговор пока Ну и было выявлено 5 биологических подтипов Ну я понимаю, что нам это всем известно С институтских скамей, так сказать Но все-таки немножечко повторим То есть есть 3 клеточные линии, которые определяются на базе стволовых клеток Это наружные клетки или базальные клетки Внутренние клетки, люминальные, которые высылают протоки И альвеолярные клетки, которые синтезируют белки молока Клетки-предшественники, они, так сказать, вот в эти клетки и превращаются Отличаются от стволовых они по экспрессии ряда цитокератинов И кроме того, для ДОСТа тоже, наверное, это нужно знать Что существует базальная мембрана, которая тоже обладает некой сущностью, скажем так Состоит из коллагена четвертого типа и ламина И это определяет, в общем-то, степень инвазию опухоли Ну про оценку люминальных подтипов вы тоже прекрасно знаете Вы знаете, что определяются люминальные подтипы по шкале Айред Определяется при помощи количества интенсивности ядер Ну вот сегодня Владимир Федорович говорил о том Какие признаки могут служить уже отнесением к люминальному подтипу Но все-таки 0,2 это отсутствует, 7,8 это высокая выраженная окраска Что касается рецепторов прогестерона Они тоже имеют практическую значимость И служат контролем возможного ложно-отрицательного результата определения рецепторов эстрогена В случае положительных прогестероновых рецепторов При отрицательных эстрогеновых рецепторах требуют повторного определения Прогестероновых рецепторов для исключения фонового окрашивания Это важно для, конечно, клиницистов, не для нас Но мы должны, мне кажется, это знать тоже Ну, эту вот схемку уже показывали, я здесь только ограничилась люминальными ипотипами, так как у меня тема такая. Но основным определяющим фактором пока является кей-маркер ядерной активности, который присутствует во всех циклах деления клетки. Ну, у нашей лаборатории медиана 20. Мы понимаем, что люминальный тип А соответствует положительными рецепторами эстрогена, прогестерона и низким КИ при отсутствии хир-дваню позитивных факторов. Люминальный Б, чистый люминальный Б, он характеризуется высоким уровнем маркера КИ, а хир-дваню может быть отрицательным. Рецепторы прогестерона могут быть низкие. Люминальный Б, обогащенный хир-дваню, характеризуется тем, что могут быть любые рецепторы прогестерона, любые значения КИ, но должен быть хир-дваню позитивным. Кроме того, вы сегодня уже слышали о том, что люминальные ипотипы А и Б, они имеют ряд особенностей, про которые мы только сейчас начинаем узнавать, потому что это связано с экспрессией различных участков генов. Ну вот интересно, вот в какой-то мере это ответ на вопрос Владимира Федоровича, а как же быть по определению обхолевой ткани. То есть это вот исследование, ну это, конечно, данные литературы пока что. Это оптическая конгерентная кроссполиализационная томография и компрессионная оптическая конгерентная эластография опухолевого фаргмента, опухолевого образца. Они позволяют идентифицировать подтипы ракомолочной железы, в том числе и люминальные. Кроме того, определить край. И вот выяснилось, ну уже давно, в общем-то, о том, что уровень края, то есть там 1 мм, 5 мм, он не так важен, как в плане рецидирования, как наличие того или иного люминального иммуногистологического подтипа. Микроокружение опухоли тоже играет роль, и тоже мы должны, наверное, это знать. Это рак, ассоцированные фибробласты. На основании этих данных строма классифицируются тоже определенным образом, на такие моменты, как досмопластические опухоли, склеротические, нормоподобные, воспалительные. Ну и, в общем-то, строма влияет на инвазию опухоли, на распространенность ее и на наличие метастатического поражения. Ну и в довершении к такому углубленному гистологическому изучению с точки зрения диагноза, мне бы хотелось повторить то, что уже сегодня говорили, что чаще эстерогенопозитивные опухоли бывают обычными, неспецифицированными дольками, протоковыми карциномами, чистыми тубулярными, ну то есть особыми грибреформными эмоционозными опухолями и накапсулированными солидными папиллярными карциномами. Все остальные опухоли, в том числе метапластические, они все-таки чаще всего коррелируют с более агрессивными подтипами. Что касается общих законоверностей, тоже сегодня про это говорилось, что рюминальная форма рака – это чаще всего узел пожилых женщин, пик заболеваемости приходится на 74 года. Рюминальный чистый подтип, он встречается у 10-15% больных, может быть, в любом возрасте. Эстроген позитивный, прогестерон отрицательный подтип, в 13%, почти в 14% в переменопаузе. Эстроген отрицательный, прогестерон положительно выявляется в 5-6% случаев и увеличивается снова в переменопаузе. Ахер-2 необогащенный – это более агрессивный подтип, чаще всего имеет грейд 2 и 3, имеет неблагоприятный прогноз и метастазирует. Вы сегодня уже слышали о том, что рюминальные подтипы, ну не все, но рюминальный А в частности, он может демонстрировать показатели высокой 5-летней и 10-летней безрецитивной выживаемости. Ну и вот мы знаем, у нас пациенты когда-то оперированные давно, лет 20 назад, они сейчас приходят к нам, к сожалению, уже с метастазами. Хер-2 необогащенный рак рюминальный, он, к сожалению, чаще дает метастатические поражения. Ну теперь давайте к нашим баранам, что называется, теперь к нашим рентгенологическим, ультразвуковым и МРТ характеристикам. Значит, здесь, в общем-то, в какой-то мере просто. То есть это опухоль в узел, с лучистыми контурами, со спикулами, с наличием или отсутствием кальцинации и нарушением ашитектоники. Изучалась плотность. Вот чаще всего, когда все-таки женщины пожилые, то чаще всего это плотность Б. Вот так получилось по данным литературы и по нашим данным тоже. Значит, ну чаще это масса с тежистыми контурами, нарушение архитектоники редко, плотность узла гиперденсная. Что касается кальцинатов. Вот кальцинаты были распределены тоже следующим образом. Значит, кальцинаты, на самом деле, не часто сопровождают эти подтипы. Но люминальный Б чаще, люминальный А реже. А из всех групп кальцинатов чаще всего это все-таки доброкачественная кальцинация. А злокачественная в 12 или 27% при люминальном Б, ну подрядом ряд других авторов, указывает тоже такое соотношение в два раза, ну 34 и 61. Ультразвуковые признаки. Ну то есть это гипоэхогенное образование с нечеткими контурами, с зоной десмоплазии, может быть с акустической тенью, ну и все. Все остальные признаки, они одинаковы у всех молекулярных подтипов. МРТ-признаки. Вот тоже было интересно, отличаются люминальные А от люминального Б или нет. В общем-то, отличаются, получается. Ну, есть, значит, что мы определяем при помощи МРТ. Мы определяем орхологию, то есть контуры нечеткие, там четкие, ну вы чаще всего нечеткие, да, это масса. Определяем интенсивный сигнал на Т2, что очень важно. Они все низкосигнальные, так скажем, на Т2 взвешенные изображения. Часто имеют спикулы. Что касается контрастирования, то люминальный Б здесь отличается. Он демонстрирует гетерогенный паттерн внутреннего усиления. Несколько значений АДС, может диффузное и немассовое усиление демонстрировать. И мультифокальный, и мультицентричный чаще бывает, чем люминальный А-тип. Ну вот тут еще раз подчеркнуто, тоже по данным литературы, что есть определенная отрицательная корреляционная связь. Если у нас однородное усиление, значит, это не люминальный подтип Б. В 100% случаев. Что касается особенностей диффузии, тут тоже есть обратная зависимость. То есть измеряемый коэффициент диффузии, он обратно пропорционально ядерно-пазматическому соотношению. То есть Ки. Чем выше Ки, тем ниже коэффициент измеряемой диффузии. Ну и мы говорим о том, когда низкий коэффициент, мы говорим об ограничении диффузии. Это может явиться косвенным преддиктом некроза опухоли. Ну а это тоже моя любимая тема с некоторых пор. Машинное обучение. Вот если вы слышали о том, что машинное обучение в нейронную сеть можно запустить в исследование образцов гистологических, точно так же здесь можно попробовать какие-то преддикты выстроить. Ну используются выборки, обучающие, тестирующие. Используется метод на индивидуальных прогнозах ШЭПЛИ. И надо сказать, что, ну надо вот на чем, так сказать, сакцентировать. Что без машинного обучения и с машинным обучением, когда исследуются данные рентгенологов, то получается, что чувствительность, специфичность и точность при машинном обучении повышают наши результаты диагностические. Кроме того, еще применяется метод логистической регрессии. Я не буду сейчас вам тут, так сказать, наводить туман, но это действительно очень интересно. То есть это, я вам сейчас покажу номограммы, когда они позволяют нам определить те или иные вероятности. Того относятся, например, данные опухолевого узла, ну или там ту картину, которую мы видим, к люминальному, например, раку А или Б или нет. Ну вот это наши материалы. Значит, мы оценивали по таким критериям, ну, собственно, как и все оценивают. У нас вошло в наше исследование 326 женщин. Это были разные молекулярные подтипы, но сегодня мы говорим с вами о люминальном А, о люминальном Б подтипах. Значит, соответственно, люминального Б было больше, как и по данным литературам. Вот из 326, 110 – абсолютная цифра. И люминального А – 90. То есть две трети где-то из всех молекулярных подтипов занимали люминальное. Что касается по возрасту, то, ну, чаще всего это пожилые женщины. Средний возраст составлял где-то 59-53 года. В общем-то, в основном это были женщины, ну, 60 и чуть старше. Что касается размеров, то у нас размеры были вот по отношению к данной литературе чуть больше, больше 20. Рентгенологические признаки я вам уже перечислила. И вот как они у нас, так сказать, распределялись. То есть кальцинаты у нас чаще не были. Только при люминальном Б обогащенном у нас были все-таки кальцинаты большей частью. Что касается наличия узловых образований, то чаще всего они, естественно, были, чем структурная перестройка. Ну, что касается ультразвуковых признаков. Ну, важным, конечно, является кровоток. Так вот, с кровотоком, ну, чаще, в основном все опухоли, которые мы исследовали, люминального А и люминального Б типа, они были с кровотоком. Что касается поражения лимфатических узлов, то вот, как ни странно, люминальный А продемонстрирует поражение, а люминальный Б не продемонстрировал, люминальный Б обогащенный Хердванью белком, он продемонстрирует положение лимфатических узлов. Вот я вам говорила про номограммы, вот так вот они выглядят. То есть внизу это оценивается вероятность того или иного события, вверху баллы. Ну, это чисто графическая шкала, я не знаю, насколько она будет приемлема в таком практическом смысле, но вот пока мы занимаемся вот этой вот разработкой. Ну, это для подтипов. А вот так мы оценивали эффективность методов. Ну, мы оценивали в основном УЗИ и маммографию. Рок-кривые, видите, что АУК у нас достаточно высокий. Как и по данным литературы, так и по нашим данным 0,77-0,75 для люминального А и люминального Б подтипа. Ну, интереснее смотреть, конечно, примеры. Ну, вот это классические примеры, когда звездчатые узлы на жировом фоне, когда все понятно, когда все ясно, когда гипоэфогенная структура, когда она жесткая. Это классические признаки люминального типа А. Синхронные процессы. Мы знаем о том, что возле пожаровая инволюция. Все понятно. Есть звездчатый узел. Ну, вот томосинтез, если видно, тут должна прокручиваться картинка. То видны опухолевые узлы и справа, и слева. Ну, важно нам, конечно, это не пропустить рак со второй стороны. Мультицентрические процессы. Здесь плотность достаточно высокая. Мультифокальность, мультицентричность никто не отменяет. Вы знаете о том, что когда мы видим патологию, нужно про нее забыть и начинать искать что-то еще. Вот здесь вот кривые табары приведены. Действительно, выживаемость ниже при мультицентрических и мультифокальных формах даже дольковых раков. Ну, вот тоже интересный такой случай. Находка на КТ, наоборот. То есть женщина обследовалась по поводу пневмонии. У нее выявили совершенно случайно. Он не пальпировался, но классический узел люминального типа. Ну, вот наоборот, так сказать, исследование произошло. Тоже интересный такой момент, когда два варианта рака. Но это бывает такое. Но тут не в этом интерес. С левой стороны женщина знала о том, что у нее процесс. Она наблюдалась. Ее исследовали. Биопсия была не у нас. Она пришла ко мне уже перед операцией, прямо в день операции практически на разметку. А с правой стороны никто на этот узел не обратил внимания. Хотя он с неоангиогенезом. И вот он как раз-таки и был люминальным подтипом А. То есть, ну, вот что значит роль МРТ. Да, потому что другими методами не выявлялось ничего. Это печальная такая история. Это женщина по поводу беременности. Вернее, после беременности и рода, после ЭКО. Она жаловалась многократно на то уплотнение справа, то уплотнение слева. Ну, вы видите, у нее плотный фон. Уж я не знаю, как нам интерпретировали ультразвуковые диагностики. Не знаю. Не везде есть мультимодальные, к сожалению, специалисты. Это тоже не наша пациентка. Она к нам уже пришла по факту. Ну, вы видите, что у нее поражение с двух сторон. Рак у нее не столь агрессивный, может быть, по индексу КИ. Но, тем не менее, вот такая вот печальная история у этой молодой женщины. Еще вот роль МРТ, уточняющаяся диагностики. Не забывайте, не всегда есть возможность проводить предоперационное МРТ. Всем женщинам это невозможно сделать. Но все-таки это пациентка с профосмотра, доктор. У которой на маммограммах вы видите, что узел один вроде бы, или не один. Но мы здесь провели МРТ. Вы видите, что у нее не один опухолевый узел. То есть это очень важно для прогноза и для тактики хирургического лечения, кстати. Кальцинаты. При иллюминальном Б и при иллюминальном А они могут быть. При иллюминальном Б они бывают чаще. Но они могут быть кальцинатами как фона, то есть коррозирующего доноза, так и опухолевые кальцинаты. Но их надо, естественно, отличать. Я думаю, что вы это понимаете и знаете. Что, кстати, у иллюминального Б подсипа. Ну, проводится, как правило, новодевантная химиотерапия. Ставятся метки. Ну, вот раньше мы стояли три метки. Сейчас уже, слава богу, одну. Ну, и вот смотрим мы остаточную опухоль. Размещаем ее якорной разметкой. Тоже звездчатая форма узлы. В общем-то, в данном случае они не очень отличаются от иллюминального А подтипа. Мутации. Вот чаще мутации. Вот сегодня Ксен Саннар будет говорить, что мутации чаще встречаются при трижды негативных раках. То есть они сопровождают чаще трижды негативные раки. Но, тем не менее, иллюминальное Б тоже. Большой был опухолевый узел. Была проведена новодевантная химиотерапия. Операция со второй стороны. Там подозрение было на рак. Но там рака не оказалось. Ну, и вот еще один момент. Вот тоже интересно. Значит, опухолевый узел. Такой достаточно округлой формы. Ну, может быть, с неровными и не совсем четкими контурами. Ну, вот такой вот паттерн на УЗИ, да, то есть и кровоток выражен, и какое-то солидно-кистозное образование. И казалось бы, что это, ну, не иллюминальный подтип. Но, тем не менее, бывают исключения. Вот такого рода иллюминальные подтипы тоже бывают. В итоге, что я хочу сказать. Вот всей этой такой бурной, сумбурной, может быть, речи. Мне хотелось бы подчеркнуть, что признаки, ну, чем-то похожи. Иллюминальный А иллюминальный Б подтип. Они отличаются большей частью по МРТ. Большей частью, все-таки, узлы больше при лиминальном Б-типе. Но это узел чаще, чем нарушение архитектоники. Может быть, с кальцинатами при лиминальном Б-типе. Они чаще встречаются с нечеткими границами. По УЗИ это гипоэхогенная структура с нечеткими контурами. Также с кровотоком и жесткостью при соноэластографии. Ну, и вот методы машинного обучения и логистической регрессии нам позволяют, ну, как бы, быть более уверенным в наших предсказаниях. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.